всем привет из одессы приехали мы в гости погостить нашим родственникам знаете первое ощущение нет такого вот впечатления что нас тут года не было людей видишь конечно чувство есть что соскучился ну вот по городу самому по местности как-то как будто мы тут ну месяц не были ладно максимум так отчего сразу были в шоке это от дорог это просто ужас особенно винницкая область просто ехали какой-то участок 10 километров в час потому что объезжали ямы машина просто на бок становилась чтобы объехать это ям это ужас мы по дороге потерялся у нас фартук спереди под бампером там машины еще защита глушителя тоже там на соплях висит короче дорога вот такая вот ехали мы девять часов с варшавы хмельницкую область бабушки мои там у нее переночевали на таможне два часа простояли в принципе небольшие то пробки были просто такие уже процессы там паспортный контроль долго это все было как-то вот и переночевали у бабушки нашей потом оттуда еще девять часов ехали в одессу хотя можно было конечно гораздо быстрее но я же говорю дороги просто просто ужасные были ну вот так что я сейчас бегаю тут с друзьями видимся с родственниками буду держать вас в экскурсии расскажешь что-то интересно мы на море море конечно круто теплая вода хорошо попали мы пирс видите о чем я и говорила в каком-то своем видео очень убогий а бодрный хорошо что в будние дни мало народ но видите какие у нас пляжи все в шезлонгах очень это раздражает я принципиально никогда на шезлонге не лежу потому что это неправильно так не должно быть должен быть пляж но за море мы конечно же скучали это круто это круто конечно в польше нам этого не хватает балтийское море холодно покупаться там невозможно а у нас тепло и класс есть у нас наше море в одессе куда мы сюда можем приехать круто вера с водой конечно же не влазит ну ходим всем привет а вера говорит ходим мы тут по одессе ходим по друзьям знаете когда я вот жила тут такой я всегда как бы я вообще-то оптимист по жизни но замечала я эти недостатки все в общественном транспорте я это говорила в своих видео социальная жизнь культура общества и тому подобное меня всегда бросалось в глаза на сейчас прожив год больше ой ребята я конечно у меня сейчас будут наши наши меня будут засеивать грязными комментариями но я просто хожу и в шоке ну вот честно мы проехали с верой в маршрутке в нашей маршруточки богдан три остановки мне это морального ущерба хватило наверно на полгода вперед все все потные жарко кондиционера нет еще люди ругаются почему им водитель не останавливают в тех местах где они хотят раньше тут можно было останавливаться сейчас нельзя почему не ну просто ужас какой то ну и сейчас стоим мы как бы пересадочка у нас на трамвай и сниму вам покажу вот в округе местность мы шли по трамвайным путям и что там вообще море холодное Вера ты сегодня на море не была говорит что холодно море как раз самый раз ну вот трамвайные пути частный сектор нормальный жилой район жилой такой район посмотрите груды мусора дальше трамвайная остановка вот Вера сидит на трамвайной остановке вот грязно естественно нигде вот мы идем просто вот и в шоке от тротуара вот тротуар по которому люди должны ходить ну и там его тоже соответственно нет но нет это просто просто земля ну да мне кто то скажет что я не вышла на какую то центральную улицу я не спорю я не на центральную улицу там центральная улица за гаражами гаражи кстати да прекрасно а тут идет трамвайные пути ну тут же частный сектор тут же люди живут при том там дома такие не из бедных я не сказала бы что это какой то сильно бедный район ну ну вот так вот вот сами видите минут двадцать мы искали урну мусорку чтобы выбросить бумажку очень редко разметки вот нету вот смотрите разметка где разметки по городу в принципе нету на дорогах это я так знаете прожив в социально культурной стране и где порядке и где для людей все сделано это сильно вот честно вот очень бросает в глаза тем не менее люди добрые люблю одессу моя одесса это мой город просто вот я поняла что в следующий раз летом я уже вряд ли приеду надо приезжать в мае вместе очень жарко тут муж мой сегодня говорит что в Варшаве 15 градусов я говорю я завидую ну я вам хочу так сказать что-то доделают что-то меняют делают вот смотрите сзади меня это наше управление райно местное раньше оно такое было убогое сейчас отреставрировали и плиточку везде положили новую дорогу асфальт везде все новое и делают вон клумбочки красивые что-то делают в центре города вообще там парки тоже такие красивые у нас делали ну не стоят на месте это уже приятно стараются что-то ну и подружки мои рассказывают что вот они видят как дороги переделают асфальт перекладывают трамвайные пути моих родителей в втором доме вообще лифт меняет вот в данный момент шок приятно ну вот кто знает там с 1 апреля тоже в Украине нужно записываться заранее к профильным врачам ну и как я слышала что уже чуть ли не два месяца на два месяца вперед запись ну как в Польше соответственно ну у меня очень давно ухо там беспокоило еще с марта месяца я хотела записаться в Варшаве так запись была с марта месяца на июль месяц ближайший а я не пошла так уже пользуюсь случаем пошла тут записалась быстро сегодня на завтра ну пришла к врачу он мне ничем не помог сказал что это не наша часть идите к невропатологу это скорее всего там воспаление нерва какого-то травничного ну не важно ну как бы там ни было быстро записалась в этом плане вопросов не было и еще пошла сдавала анализы в частной клинике лаборатории этой синего но все знают наверное так тоже приятно так они уже усовершенствовали сдали мне гематогенчик после анализа молодцы есть сервис хороший в Одессе я в продолжение темы ну какие вот моменты да вот где-то хорошо но дома лучше все таки когда у тебя все налажено здесь есть свои врачи к которым ты можешь прийти поболтать с которыми ты уже там много-много лет знаком это немного да отличается от того что к чему-то сейчас вот да вот мы приехали как бы мы только знакомиться я себе нашла там женского врача но она еще надо время чтобы да чтобы привыкнуть пришла к своей Оксане Владимировне поболтали мы сели с ней ну в общем в двадцатую поликлинику захожу нашу меня там уже все знают оооо давно не было ну а то я еще такая что люблю ходить по поликлиникам ну как бы там ни было нужно нужно время чтобы наладить такую да вот жизнь там вот нам в Аршаве чтобы ты себя чувствовал когда в своей тарелке в каких-то вопросах ну я сейчас вот допустим про медицину говорю ну мы одесситы еще такие что нам лишь бы поговорить поэтому для нас очень важно чтобы ну мне по крайней мере да мне очень важно чтобы со мной разговаривал врач да задавал вопросы не только а конкретно там ситуация по которой я пришла а и в общем какие-то состояния здоровья хотела рассказать главный важный пункт мы же на машине приехали на таможне выезжали мы через Волынскую область на таможне мы спросили сколько дней мы транзитом на нашей машине с польскими номерами можем находиться напоминаю машина зарегистрирована на нас на мужа моего сказали если вы выезжаете из той же Волынской области то находиться на территории Украины вы можете пять дней если мы выйдем из другой области какой-то даже львовской да допустим то десять дней мы хотели так как мы хотели дольше побыть мы спросили у таможнице можем ли мы выехать через допустим молдавскую границу и заехать обратно начнется ли заново отчет то есть десять дней когда мы выйдем и заново начнется отчет когда заедем обратно она сказала да вы так можете сделать ну вот так мы и сделали муж мой поехал на молдавскую границу там муж поехал мой на молдавскую границу там от Одессы недалеко он там буквально за два часа справился туда-обратно значит он приехал ему еще сказали что вы так рано едете у вас там еще один день в запасе есть ну он говорит так так вышло так получилось по времени у нас и заехал обратно соответственно отчет заново начался есть у нас десять дней чтобы вернуться обратно уже через другую область опять же ну не Одесскую а например там через Волынскую или какую мы обратно заходим ехать я все продолжаю ходить что-то рассказывать вот сидим мы у нас в дворе Вера там бегать хотела показать как бы упс извините Вера скажи привет всему привет вот наши детские площадки да вот я хожу своим девочкам подружкам рассказываю видите тут наш дом да хожу девочкам всем рассказывают разницу между польскими детскими площадками и ну украинскими вот все вот в такой поверхности да а смотрите там колеса да там колеса ту мою площадку вообще сами делали Вера помнишь окрасили все смотрите как тут надо на колесах да Веруш молодец ну и вот никакого никакой поверхности нету да слава бог что асфальта конечно нет но и мягкой поверхности тоже нет в новых домах есть вот в нашей там где наша квартира осталась в новом жилом комплексе там есть мягкая поверхность ну а естественно в старых домах никто тут не усовершенствует это так оно и осталось дом есть дом как говорится ну вы знаете мы когда только приехали сюда нам казалось что я не захочу уезжать я думала что ой боже так время быстро пролетит но сейчас уже вот нам еще недолго осталось находиться тут и мне уже честно говоря хочется вернуться уже всех повидали я не знаю чего мама не хочет говорить свой канал мой канал паня эмигрантка Вера мне постоянно напоминает чтоб я озвучивала его ну вот поэтому ходим вот сразу начали кушать какие то продукты которых нам там не хватает вот одесский обеденный хлеб каждый день ходим покупаем нам его страшно просто там не хватает ну естественно у нас в одессе это грех не кушать тараньку сушеную рыбку кальмарчики и рачки черноморские все это мы тоже каждый день естественно едим вот не хватает лавашей наших не наших вернее это грузинский лаваш в Польше я так и не нашла их что еще сладкие палочки вот да вот наши вкуснее тоже ходим едим это каждый день ну вот наслаждаемся чем-то тем вот чем вот просто вот знаете вот не хватает зачем мы скучаем и еще хотела рассказать вот знаете мы когда сюда приехали все наши друзья какие-то знакомые соседи родственники с которыми не так часто общаешься они все были уверены что мы приедем и расскажем что нам там не нравится что у нас там не складывается что мы разочарованы и рано или поздно вернемся либо же думали что ну ну вы же там поехали на пару лет там а потом вернетесь вот все этого ждали наверное потому что мы все таки вот так вот спонтанно как-то ехали вот все до сих пор в шоке они говорят вот мы как вспоминаем что в прошлом году ехали у вас ничего не было ни работы ни квартиры ничего там не было просто с билетами на самолет вы сели всей семьей погрузились и уехали и у всех шок просто из-за этого и многие вот слышат что у нас там в будущем в плане свое жилье да приобрести там в Варшаве ну это мы просто планы строим и планируем они все в шоке говорят как что серьезно уже там свое жилье хотите в будущем вы ни что и правда не ну вы вот серьезно говорите что вы не вернетесь сюда на постоянное место жительства мы как-то мы сразу говорили что мы едем пробоваться на постоянно мы не собирались изначально возвращаться ну естественно говорили что как сложится посмотрим ну вот так вот ну и конечно сейчас многим нашим родственникам это не родственникам даже больше вот знакомым друзьям соседям вот они вот только сейчас осознают что мы действительно переехали нас не просто так не было там годик два в будущем да а нас мы действительно не собираемся возвращаться ну это так вот да Вера что ты хочешь сказать иди а мы знаете что говори а почему валерка такой смешной и хочет поставить конфетку за валерку за валерку рассказывать Вера ты хочешь обратно вернуться в Варшаву но здесь бы хотела побольше побыть да да ну а где хочешь жить хочешь тут остаться больше 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 не кричи ну да она конечно тут ей весело у нее с утра до вечера график расписан она с друзьями с бабушками с дедушками моря у нее нет времени вообще задуматься о каких-то там каких-то других вопросах о скуке или еще о чем-то она тут загружена не так как в Польше так честно скажу конечно но она говорит что я бы еще хотелось в Польше мне нравится что все по-польски в Польше мне нравится что все по-польски говорят ну Вера ничего это привыкнешь ты зато она приехала Вера первое время и тут со всеми по-польски говорила пришли в кафе она на польском говорит что она хочет заказать с детьми во дворе она на польском говорила я говорю на русском тебя никто не понимает так что Вера все дело привычки Она говорит, что надо бы тут остаться Я говорю, давай мы тебя оставим с бабушкой, с дедушкой Она говорит, не, не, назад Назад вернусь Всем привет, привет, привет Мы стоим на границе Граница И нам нравится эта граница Речка Большой Паук Речка Большой Паук Обычно мы Два года назад ездили как туристы в Польшу На машине И мы ездили через границу Ягоды Это вот со стороны города Ковель Сейчас мы впервые решили Проехаться Со стороны города Луцк Тоже Волонинская область Граница называется Устилух Устилух, Вера? Зосин, Устилух Зосин это со стороны уже Польши Устилух тут Ну, надеемся, что Долго стоять тут не будем Пока остановились Впереди Мы на мосту конкретно стоим Впереди Машинки есть Но не сильно много Мне кажется, что На той границе Ягоды Гораздо больше машин Обычно мы видели Ну, в принципе, как-то странно Вот так вот Мы посмотрели Что будто бы Украинскую границу Мы уже прошли Вернее, украинский таможенный пункт Хотя у нас Просто нам дали только талончик Сколько человек В машине находится Но по карте Мы смотрим По гугл-карте Что мы уже Границу пересекли Мы уже дома Доехали Обратно у нас Заняло чуть больше времени Даже не могу Объяснить, почему В ту сторону В Украину Когда мы К бабушке В Хмельницкой области Ехали Мы доехали за 9 Не, больше 9-го Где-то за За 11 часов Доехали вместе с границей Обратно Мы ехали где-то 12 12 с половиной часов Хотя на границе Тоже простояли 2 часа Но я считаю, что недолго В принципе, там очередей Много не было Мы так переживали Перед отъездом По поводу документов У мужа На новой работе Сделали ошибку В Умове О прайте И мы очень переживали За это Будут ли не придираться Также Так получилось, что Какой-то отрезок времени У мужа Нету Страховки медицинской Ну, значит Там Умова закончилась Там Умова не началась То есть у него Нет вот этого Обеспечения ЗУСа И мы тоже Из-за этого переживали Пошли Купили на эти 2 недели ПЗУ Страховку частную Потому что переживали Что на границе Будут проблемы У нас ничего не спросили Вообще Ни одного документа Ну, кроме паспортов Чтобы поставить печать И техпаспорт на машину Больше у нас ничего Вообще не спрашивали Кстати, вот транзит Так как я уже рассказывала Да Мы так и пересекли Все хорошо Ну, то есть Вот эта система действует Выехал Из одной области Заехал в другой области И меняешь области И так 10 дней То есть мы в итоге Там 2 Ну, не 20 У нас там получилось Где-то 16 дней Да Нашей поездки Все Ну, вот так вот мы Сыграли И все хорошо Значит, там, конечно Пограничники Проверяют машины Очень хорошо Там молодые ребята Попались у них вообще Там полностью Чуть ли не на части Эту машину разбирали И собаку Пригнали Чтобы она Посмотрела там Ну, запах Искала на запах Что-то Ну, мы Как знаете Вот фильм есть Мы миллеры И мы тоже Говорим Вот мы Семья Да Выглядим нормально У нас вообще Ни разу в жизни Ничего на границе Не смотрели Ну, откройте багажник Что у вас там Да, нормально Все Единственное, что У нас много банок С собой было Бабушки Мама моя И моя бабушка Нагрузили нас Вареньем Джемом Щавель Консервированный И тому подобное Они единственное Что спросили Нету ли в этих банках В банках Мяса Вот за мясо Они как-то Очень строго К этому относится Вот А Так как бы Границу прошли нормально Все хорошо Приехали сюда Вот уже как-то Вот мы себя чувствуем Все-таки дома Папа наш Он Вот эту разницу Между нашими странами Да Между Украиной И Можно сказать Евросоюзом Да Он Раньше Особо Не замечал Этого Ну он Не так часто Был за границей И поэтому Каких-то мелочей Мелочи ему В глаза Не бросались Но сейчас Вот даже Даже заехав В Украину С Польши Прожив Там Прожив В Польше Год У него Не было Такого ощущения Да Он видел Там Дороги Его сразу Конечно В ужас Бросили Люди Тоже Да Как разговаривают Что Немного Хомовидные Есть Ну Злые Агрессивные Недовольные Может быть Жизнь Или чем Я не знаю Ну есть Это Сразу Чувствуется Когда общаешься С людьми Даже просто В магазинах На базаре Где-то Но когда он Заехал обратно С Украины В Польшу Он едет Только вот Границу Пересекли Смотри Боже Какой красивый Газончик Пострижный Я говорю Да ты только сейчас Начал замечать Потом Аист Вот просто Я сейчас Вот фотографию Вам покажу Мы ехали По Дороге Вот как у нас Коровы могут ходить Да Вот что Вот мы ехали Был такой момент По Винской области Мы сигналим Эти коровы Идут себе Мы их ели Прошли Просто Стадо коров Шло А тут Аист Вот так вот Просто ходили По дороге Аист Это так прикольно Было Ну вот И вот у него Он уже Обращает внимание На такие моменты Что ты знаешь Вот я чувствую Что я еду По Евросоюзу Я чувствую Что мы пересекли Эту границу Но это он только Вот сейчас Начинает это понимать Я-то это всю жизнь Понимала Вот так вот Немного Акклиматизацию Мы какую-то Прошли Потому что Вот эти вот Похолодания В Украине В последних числах Июня Да Вот В первых числах Июля И в Украине Особенно на севере Да Вот я родственникам Звонила в Киев Они говорят Что у нас тоже Все в курточках ходят А мы с Одессы Приехали Там жара Просто такая Была страшная Парила И там не то Что там штаны Не оденешь Там в шортах Было жарко Там просто Надо было сарафаны Только одевать И чтобы Ветер как-то улял А тут мы приехали Такой шок был Тут все в курточках Ходят Холодно Правда холодно Мы достали теплое одеяло Ночью спали И у меня вот это Из-за этой акклиматизации Какая-то голова заболела Надеюсь Было интересно Это видео Наша поездка И дальше У меня конечно Уже скопилось Очень много информации Такое более Полезное для вас Сейчас будет свободное время Обязательно Поснимаю видеоролики Все Пока Спасибо Что вы нас смотрите Всем удачи